Пока одни миллиардеры летают в космос, а другие создают шальные новости о себе, находятся и те, кто все так же стремительно покоряет мир финансов. В погоне за большими деньгами на сегодняшний день молниеносно вырвался вперед настоящий волк в Кашемире – Бернар Арно. О нем не пишут пестрых заголовков, поэтому мало кто знает, что Арно удалось выстроить целую империю, буквально таки с нуля. Он добился больших денег, придерживаясь самых простых законов богатства. Именно об этих законах вам сегодня я и расскажу. Приветствую на канале «Заметки миллионера». Вступайте в элитный клуб будущих миллионеров, просто нажав на кнопку «Подписаться». Деньги находят сильную руку О предметах роскоши Арно знал еще с детства. Его отец владел прибыльным бизнесом – строительной компанией «Ферет Савенелли». С 7 лет Бернара Арно брали на посещение строительных площадок, чтобы показать работу, которая стоит за успешным бизнесом. Так Арно готовили к его будущей роли в семейной компании. Будущий предприниматель получил соответствующее образование. В 1971 году он поступил в политехническую школу в родном городе Рубе на севере Франции, которую закончил с отличием. Уже в 1976 году Арно фактически единолично возглавлял родительскую компанию. И именно тогда он и заработал первый миллион. Однако долго в зоне комфорта Бернар Арно оставаться не захотел. Он убедил отца продать строительную отрасль семейного бизнеса и сосредоточиться на рынке недвижимости. Так компания «Ферет Савенелли» превратилась в «Ференелл» – основу будущего капитала Арно. Бернар мечтал построить международную империю и волею судеб в 1984 году. Модный дом Диор оказался выставлен на продажу в результате банкротства розничного конгломерата «Бусок», которому принадлежал дом Диор. Арно решил не упускать судьбоносный шанс и сделал первую крупнейшую ставку в своей жизни. Ему пришлось выложить все семейные сбережения в размере 15 миллионов долларов. Это был рискованный шаг, но к нему Бернар был определенно готов. Ведь дабы удачно провернуть сделку, он часами напролет изучал и вдохновлялся операциями финансируемого выкупа, поляризованными американской глобальной инвестиционной компанией «Колберг Равис Робертс» в 80-х. Арно разработал собственную финансовую тактику, которая сработала. Бернар получил контроль над домом моды «Кристиан Диор», а остальные активы компании «Бусок» его не интересовали, поэтому он от них быстро избавился. Чистая прибыль Бернара Арно после сделки составила 112 миллионов долларов. Всем до сих пор кажется, что он надеялся на удачу, но на самом деле это была четко разыгранная шахматная партия. Бернар умеет обращаться с деньгами, поэтому они к нему всегда возвращались, рассказывал в интервью Forbes Антуан Бернхайм, партнер и друг Бернара Арно. Умение правильно распоряжаться деньгами является важным шагом к первому заработанному миллиону. Такой финансовый навык вы можете обрести, посетив бесплатный мастер-класс Егора Арсланова. Автор вот уже 12 лет занимается инвестициями. Егор подробно изучил тему личных финансов, а также бизнеса в лучших инвестиционных компаниях России, вложив в свое образование более 2 миллионов рублей. Посетив мастер-класс, вы узнаете, как создать личный капитал, чтобы не зависеть от основного дохода. А еще эксперт раскроет секреты правильного сбережения и выгодного инвестирования собственных денег. Нужно понимать, что каждое слово Егора Арсланова будет подкреплено его личным опытом в мире финансов. Мастер-класс Егора уже прослушали сотни людей по всей России, поэтому не стоит медлить, дабы не упустить свой шанс стать финансово свободным. Так что переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс Егора Арсланова. Мечтай и делай Как-то я взял такси в аэропорту Нью-Йорка, и таксист понял, что я француз. Мы разговорились, и я спросил, бывал ли он во Франции, знает ли, кто сейчас ее президент. Он покачал головой и сказал, но я знаю Кристиан Диор. Когда я узнал, что могу купить Диор, я снова был в Нью-Йорке и садился в Конкорд. Я почувствовал, что нахожусь на пороге чего-то великого. Именно тогда я понял, что однажды построю самую большую компанию в индустрии роскоши, рассказывал Арно в интервью ВОГ. Правильно расставленные цели и четкий план – вот залог успеха Бернара Арно. Он не просто мечтал овладеть Диор, он сделал свою мечту целью, к которой стремился. Ведя свой бизнес, я научился двум вещам. Первое – главное всегда дождаться нужного момента. А второе – если вы хотите что-то сделать, делайте. Именно так я обрел свою мечту. Я заполучил Диор, говорит Бернар Арно. Будущие миллионеры. Возможно, кнопка лайка не подарит вам миллионы долларов, но она поможет узнать эту полезную информацию другим людям. Не поскупитесь поставить палец вверх, дабы поддержать тему финансовой грамотности на YouTube. Вам не сложно, а мне будет приятно. Во всем должна быть идея Имея солидный капитал и мощные активы, Бернар Арно начал выстраивать свою бизнес-империю. На средства, вырученные после продажи активов «Бусок», он приобрел знаменитые бренды «Луи Виттон» и «Майот Хеннесси». На базе этих двух брендов в 1987 году Арно создал группу компаний LVMH. Со временем группа все больше разрасталась и сегодня включает около 70 модных брендов. Бернар Арно жестко действовал против компаний-конкурентов и выкупал их во времена кризисов, когда они стоили недорого. Француз не только активно действовал на рынке, но и принимал непосредственное участие в управлении собственными активами. Когда он приобрел «Кристиан Диор», это был бренд для самых богатых женщин Франции. Однако он имел крайне ограниченную аудиторию и минимальное влияние на модные тенденции. Арно нанял нового главного дизайнера, Джона Гальяно, который перестроил бренд в тот «Кристиан Диор», который мы знаем сегодня. Все еще дорогой и роскошный, но узнаваемый и влиятельный на массовом рынке. При покупке каждого бренда, нынче входящего в семью LVMH, Арно подробно продумывал идею по его улучшению и нишу, которую он может занять. В 1997 году Арно впервые попал в рейтинг долларовых миллиардеров издания Forbes, и с тех пор его состояние только росло. Впрочем, Бернар Арно фокусировался не только на бизнесе и моде, но и на культуре. Еще с начала 21 века он вынашивал идею культурного фонда. Свою мечту он воплотил в 2014 году. Именно тогда в Париже открылся Фондейшн Луи Виттон – культурный конгломерат, в который входят музей, концертный зал и пространство для проведения различных событий. Будущие миллионеры, пишите в комментариях, на каком месте в списке Forbes хотели бы оказаться вы, и сколько денег у вас было бы при этом. Самые интересные комменты обязательно окажутся в следующем видео. Путь Бернара Арно к пьедесталу богатства может показаться вам невозможным для обычного человека. Стоит признать, что не каждому на голову падает наследство в виде многомиллионного семейного бизнеса. Но при этом у Арно стоит поучиться его стремлению к действию, умению управлять деньгами и правильной расстановке целей. Не стоит опускать руки, смотря на других. Перенимайте их опыт и выстраивайте свою дорогу к большим деньгам. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Возможно, именно сегодняшние советы помогут им разбогатеть. А также не забывайте, что стать полноценным членом Клуба будущих миллионеров очень просто. Нужно всего лишь нажать на кнопку подписаться. С вами были Заметки Миллионера. Ты можешь стать богаче. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok